Диана Алькова учится в медицинском университете на втором курсе. С детства любит помогать людям, поэтому долго выбирать профессию не пришлось. Девушка мечтает стать хирургом, но уверена, прежде чем помогать другим, нужно позаботиться о себе. Каждый ее день начинается со стакана воды с лимоном и не обходится без пешей прогулки. Кроме того, Диана всю жизнь занимается спортом. Сначала художественной гимнастикой, а сейчас работает с различными весами. Девушка-чемпионка мира по жиму лежа. Даже бытовые нагрузки спортсмену легче переносить. Подъем по лестнице на пятый этаж, принести тяжелые сумки спортсмену определенно легче. Дойти куда-то, 10 километров пройти и не устать – это не проблема. Чтобы оставаться в форме, не обязательно изнурять себя бесконечными тренировками. Достаточно, например, заниматься ежедневной утренней гимнастикой или прогуляться по парку, чтобы насытить организм кислородом. Специалисты считают, что практически половина успеха хорошего самочувствия зависит от питьевого режима. В день взрослый человек должен выпивать около трех литров жидкости. Однако не вся вода приносит пользу. Лучше всего заменить ту, что течет из-под крана, на бутилированную. Она богата полезными микроэлементами. Та же рекомендация касается и профильтрованной воды. Вода с лимоном обеспечивает выработку желчи. Желочь вместе с лимонной кислотой способствует перевариванию пищи, которая, возможно, была принята вечером, накануне. И, конечно, способствует очищению организма. Способами улучшения общего самочувствия активно делятся и самарцы. Мой здоровый образ жизни заключается в том, что я очень много двигаюсь. Но стакан воды я не пью по утрам, но вот именно движение, ходьба – это мое. Почаще находиться на свежем воздухе, почаще ходить, бегать по вечерам. Сейчас во многих жилых дворах организованы спортплощадки. То есть спокойно можно выйти, позаниматься, пробежаться. Если при помощи этих нехитрых советов улучшить самочувствие не получается, нужно обратиться к специалисту. Важно помнить о необходимости регулярной медицинской диагностики. Предупрежден – значит вооружен. Мария Левина, Сергей Баскин. События.